Отчаявшаяся мама и беременная женщина, попавшая в безвыходную или сложную ситуацию, находит приют в центре матери и ребенка «Жизнь одна», который находится под дверью. Наш телеканал уже рассказывала об этом месте и его руководительнице Анне Дуденковой, которая своим примером показывает, что всегда можно изменить свою жизнь. О том, как сейчас работает и чем живет центр, рассказывает наш корреспондент. У каждого в этом центре своя история. Наркотики, алкоголь пришли в их жизнь. В компании все всегда начиналось, как у всех, самого малого. Это чуть-чуть попробовать, это на дискотеку по выходным, и это для движения, чтобы не засыпать, чтобы быстрее все дела сделать. И все, и пошло. И выход из сложившейся ситуации женщина нашла в центре матери и ребенка «Жизнь одна». Сюда беременную Елену привезли родственники, где она родила здоровую девочку Еву. Женщина прошла реабилитацию в центре и решила остаться, чтобы помогать другим. У меня выпускной прошел, и я стала служить здесь, помогать людям. Так же, как когда-то мне помогали другие. Мне здесь нравится, действительно, здесь заботятся о людях и здесь помогают меняться. Проводя экскурсию по центру, его руководитель Анна Дуденкова рассказывает, что кроме того, что женщины проходят здесь реабилитацию, им оказывают медицинскую и юридическую помощь, помогают восстановить документы. Иногда в центр обращаются через соцсети с просьбой оказать помощь. Незнакомая мне девушка, она прислала мне фото до проблемы зависимости, что стало сейчас. И, конечно, это повергло в шок, потому что у нас еще не было вот здесь таких тяжелых случаев. Она лежачая, конечно, ей вызывали скорую помощь. Жаль, что так бывает, и я верю, что эта девушка еще встанет. Сегодня она идет постепенно на поправку. Сейчас в центре пять женщин с детьми, и это, как рассказывает Анна Дуденкова, очень мало. Бывали такие случаи, что количество человек доходило до сорока. Это много, это тесно. Но, опять же, когда люди обращаются, они в очень экстренных ситуациях, отказать, конечно, сложно. По статистике у нас за год проходит около сорока человек. Сейчас, вот на август-сентябрь, да, уже месяц, ну, где-то половина действительно уже за год прошла через центр. Кто-то был долго, кто-то кому-то нужно было буквально недолго, так скажем, пристанье еще убежать из тяжелой ситуации. Кстати, чтобы пребывание в центре для женщин и их детей было комфортным, здесь создают все условия. И чтобы их обеспечить, руководитель центра ищет спонсоров и привлекает волонтеров. Так, одна крупная компания помогла центру с мебелью. И шкафы, и кресла, столы, парты, вот комоды. И вот мы очень благодарны. Они приезжали сюда командой, посмотрели проект, увидели, что мы действительно пользуемся их мебелью. И снова нам предоставили вот такой серьезный комплект. Вот мы как раз собираемся сделать новую перестановку. В свою очередь наш медиахолдинг Тверской проспект в минувшие выходные решил оказать помощь центру и передал в организацию целую машину вещей. Так как сейчас уже столбики термометров медленно опускаются вниз и наступает холода. Кстати, тем, кому сейчас необходима помощь, могут обратиться в центр, который расположен в деревне Колесниково по улице Гвардейской, дом номер 21. Здесь всегда для них открыты двери.